С этими ребятами можно спокойно отправляться в самую чащу леса. Заблудиться точно не получится, даже если постараться. За короткое время они способны определить географические координаты и найти дорогу домой на незнакомой местности. Сегодня в проекте «Это Челябинск» говорим о спортивном ориентировании. Как это направление развивается в областной столице и какие успехи есть у наших спортсменов, расскажем прямо сейчас. Мои маленькие смелые друзья, сегодня у нас с вами тренировка техническая, отрабатываем отметку на контрольном пункте. Задача быстро, эффективно приложить карту, край карты и на компостере отметиться. Тот, кто бежит сзади, то есть не набегает, чуть-чуть притормаживает для того, чтобы дать человеку спокойно это самое. Затем ускорение до контрольного пункта. Там снова, то есть запускаем вас, ну то есть с небольшим интервалом. В отношении безопасности напоминаю, что бежим в первую очередь на себя не натыкаемся, то есть толпу не создаем, как только видите, что препятствие какое-то снижаете скорость или оббегаете. То есть я так понимаю, что перед тренировкой все обработали свою одежду против клеща, против комаров. Да, да, да. Да, отработали? Замечательно. Так начинается сборная тренировка воспитанников спортшколы Читозе. Занимаются ребята на лыжной базе в городском Бару. С локацией повезло. Тут все. И лес, и каменные преграды. Ребята получают карты. Вот здесь контрольные пункты, они вот красными кругляшочками обозначены. Треугольник – это место старта, это где мы с вами находимся. Сейчас они получат задания и будут проходить через эти пункты. Сначала по маленькому радиусу, затем по большому. То есть их задача с помощью компаса взять азимут и по азимуту с контрольным расстоянием добежать до этого пункта, увидеть его, отметить и бежать на следующий контрольный пункт. А в плане сложности, насколько вот сложная вот эта проблема? Вот это очень сложно. То есть имеется в виду, вы видите, да, что зеленый цвет присутствует. Зеленый цвет – это труднопроходимое пространство. То есть это не то, что там какие-то заросли, но вот, допустим, самый плотный зеленый цвет – это именно заросли. Туда мы стараемся не лезть или, допустим, если уже там стоит котлажный пункт, придется лезть. То есть это не такое, чтобы прямо совсем неприходимое, но препятствует движение. Вот вы можете посмотреть, что здесь, допустим, лес, видимость ограниченная, потому что плотные зеленые насаждения там, все. То есть это вот самое сложное в ориентировании. Ты бежишь, ничего не видишь, ориентиры появляются в самый последний момент. То есть если, допустим, мы стоим здесь на поляне, вот она желтым цветом обозначена, то ясно, что видно все далеко, все становится, все упрощается. Но возрастает очень сильно скорость. Скорость возрастает, это дополнительные факты, голова уже не совсем так работает. Тоже своя специфика – работать в таких жестких скоростных условиях. У каждого есть карта, своего рода навигация по специальным точкам, где должны отметиться спортсмены. На больших состязаниях за этим пристально следят судьи. Игнорирование поста может привести к дисквалификации. Неверный порядок закончится проигрышем. Все участники должны пройти одинаковую дистанцию. То есть у них есть задание, допустим, 10 контрольных пунктов. Они должны, то есть они нарисованы вот этими кругляшками, вот, и они должны прямо в строгом порядке пройти. Если они выходят на другой контрольный пункт, они должны вернуться на предыдущий и пройти в нужном порядке. То есть только для этого и нужно средство контроля. То есть сейчас вот это предыдущая версия, предыдущее поколение средств отметки – это компостер. Вот. С ними немножко сложнее. То есть невозможно проследить, в каком порядке все-таки участник прошел. Но дистанция планируется таким образом, что тот, который приходит не в своем порядке, в любом случае проигрывает. Вот. На современное средство – это такой вот небольшой чип. Надевается он на любой палец. И, значит, здесь стоит станция. Коробочка такая небольшая. Вот. И там отверстие. В этот чип погружается туда. И в течение там 0,2 секунды считывается информация. То есть информация о нем и о времени прохождения на этом контрольном пункте у него записана. На финише он проходит через судью, считывается. И по этому участнику видно все, в какое время, когда, сколько. То есть тренеры получают при этом информацию о том, как складывалась у него работа на дистанции. Летом ребята бегают на природе, зимой ходят на лыжах. Вообще спортивное ориентирование в городе не стоит на месте. Дисциплина пользуется популярностью у подростков. Спортивное ориентирование в городе Челябинске развивается на базе двух муниципальных спортивных школ. Порядка 230 детей занимаются в этих школах. Очень интересный вид спорта, который помимо физической выносливости развивает скорость мышления, логическое мышление. И те природные богатства, которые у нас есть в Челябинской области, замечательные лесные парки, которые расположены на территории города Челябинска, позволяют детям как раз в увлекательной для себя форме заниматься спортом и познавать свой родной край. Спортивное ориентирование – это такой очень демократичный вид спорта, который на начальном этапе не требует больших каких-то финансовых затрат как от школы, так и от родителей. При, конечно, дальнейшем росте спортсмена уже появляется более дорогостоящее оборудование. Здесь уже как раз муниципалитет, школа, региональный бюджет, если спортсмен уже переходит в Центр спортивной подготовки, уже выделяют другие средства для поддержания и подготовки этого спортсмена. На сегодняшний день в муниципальных спортивных школах, в которых развивается вид спорта, все есть для того, чтобы ребенок, который захотел увлечься этим видом спорта, или родитель, который захотел привезти ребенка в школу для того, чтобы он занялся этим видом спорта, сможет предоставить все условия для того, чтобы полноценно погрузиться в этот вид спорта. Парни пока не зазвездились, участвуют в тренировках с теми, кому только предстоит почувствовать вкус больших побед. Для юных спортсменов они живой пример, чего можно добиться, если много и качественно работать. И пошевеливайтесь, пошевеливайтесь. Все, готовим карту. Отлично. Спортивное ориентирование у нас занимается на улице Лесопарки, на лыжной базе. У нас работают 6 тренеров, 3 из них тренера высшей категории. Занимаются у нас 200 человек у этих тренеров. Ну, здесь у нас успехи довольно-таки, не побоюсь этого слова сказать, громкие. У нас 5 мастеров спорта. И вот впервые, вот недавно ребята приехали, впервые в истории Челябинской области на чемпионате России в мужской эстафите заняли второе место. Это большой успех. Мы очень этим дорожим и гордимся им. Я занимаюсь спорт, ну, знаком со своим спортом с самого рождения, потому что у меня родители занимались также спортивным ориентированием. Я, можно сказать, потомственный ориентировщик в семье. Я занимаюсь уже порядка 10-11 лет спортивным ориентированием. И вот уже 20 лет топчем, можно сказать, наши просторы. Эта троица в начале месяца завоевала серебряные медали чемпионата России. Соревнования проходили в Мурманской области и собрали всех ведущих мастеров компаса и карты России. Дистанции чемпионата с общего старта удлиненные эстафеты были установлены на крутых склонах местного горного массива, что придавало дополнительной сложности участникам. Каждый год у нас в мае проводятся отборочные соревнования в сборную России. В этом году первенство мира должно было проходить в Португалии, ну, из-за спецопераций. Федерацию российскую по ориентированию отстранили от участия, поэтому вот довольствовались российскими стартами, которые были в этом году. Я довольно много провел времени зимой на сборах. Это очень сильно зависит на весеннем первенстве России то, как ты подготовился, я провел подготовку в межсезонье, ну, то есть в переходный период, весной и зимой. Я в сумме за три зимних месяца провел где-то 67 дней на сборах, поэтому я вполне, ну, считаю, что мог отобраться в этом году, и у меня были все шансы. Из-за того, что отменили многие международные старты, и помимо международных стартов есть какие-то скандинавские соревнования, куда много спортсменов выезжает. Много спортсменов приехало вот на чемпионат России в Мурманск, ну, точнее, Кировск, Мурманскую область, и там бежали все элитные спортсмены со всей России, и конкуренция на уровне России была максимальная. Готовил Даниила к большим стартам Сергей Добрынин. Даже после выпуска из спортивной школы он продолжил заниматься любимым делом. Здесь, наверное, несколько таких, можно сказать, направлений, почему нравится. Первое – это то, что можно реализовать себя, то есть выходя на дистанцию, тебя никто не видит, ты просто исполняешь то, чему натренировался. То есть, грубо говоря, у нас идет сезон, как весна пришла, снег растаял, мы начинаем бегать, мы занимаемся летним ориентированием, и вот до поздней осени мы бегаем. Потом начинается зима, и мы сидим дома, бегаем, естественно, тренируемся и готовимся к сезону. Если у нас там что-то не получилось в сезоне, допустим, вот как в этом, то есть мы всю зиму анализируем это, это не дает покоя. Естественно, тренировались в чемпионату России, раз – пятое место. Не получилось, хотелось там выиграть. Вы всю зиму это прорабатываете в себе, носите, носите, работаете, работаете, начинается следующий сезон, либо это получится, либо опять будут какие-то проблемы. И вы выходите в лес и решаете эти задачи, которые в прошлый раз не получилось. Получилось, не получилось, уже будет это-другое. Второе – это самое, наверное, яркое – это путешествия. Много, когда учился в школе, отобрался в сборную России, начались поездки за границу. Это, конечно, очень сильно начало подталкивать. Смотришь на одноклассников, которые сидят дома. Во-первых, даже школу не прогуливают из-за того, что не ездят на соревнованиях, на тренировки. Второе – это поездки за границу. Открылся совершенно другой мир, начались сборы. Пока я в школе учился в университете, у меня были сборы 2-3 месяца в Финляндии, в Швеции. То есть сравнительно небольшой возраст был, лет 18-2, до 18 это было. То есть ты там 3 месяца живешь в Швеции, грубо говоря, один. Естественно, это сразу подталкивает на изучение английского языка. А еще спортсменам обидно, что ориентировщиков не всегда замечают. И дело даже не в том, что они бегают по горам и лесам. Мы вот бегаем не только в лесу, и бывают у нас соревнования в городе. Там более наглядно можно показать, более интересно для обычного, как сказать, гражданина, гражданина. А так, да, то есть то, что мы вот бегаем в лесу, никто это не видит. И это как бы, можно сказать, спрятано от других посторонних, простых людей. И я думаю, все к этому движутся, что у нас часто также проводятся чемпионаты первенства России, спринтерские. То есть именно вот по городу бегаем. И я думаю, это более зрелищно и более понятно будет для простого человека, который будет со стороны смотреть. Возможно, популярности этому виду спорта добавят новые победы наших ребят. Подрастающее поколение ориентировщиков прямо рвется на пьедестал. Я был победителем нескольких первенств, ой, всероссийских соревнований. Также был брозовым призером первенства России. Это самый наивысший уровень на данный момент. А когда это было? В мае, получается. Это в этом году, получается? Да, в этом году. Первенство России в Набережных Чунах. Я была призером в нескольких всероссийских соревнованиях. Как в этом году, так и несколько раз в прошлых. Для меня самое впечатлительное и запоминающееся было первенство России в Тамбове. Мы бегали по оврагам, которые высота метров 5, где-то так. Там лес, палки, земля, поле, жара плюс 35. Очень запоминающееся было. Это было одновременно тяжело и очень так интересно. И как второе дыхание открывалось, можно было бежать еще. В Тамбове было 254 человек. Это очень много, огромное количество. И там с командой из трех человек мы попали в десятку. Это самый лучший результат. А мой лучший результат был, это в двадцатке. Это, в принципе, достойно. Спортшкола, кстати, уже открыла набор воспитанников. Занятия бесплатные. Записаться можно по телефону, который есть на сайте школы. Во-первых, это подвижные люди. Подвижные. Хотя вот у меня пришел мальчик, и родители... Он маленький, 12 лет. Ой, даже не 12, 10. Вот, и родители говорят, что до ориентирования он вообще мало двигался. А здесь он пришел, и я его вижу. Вот бегунок бегунком носится, прямо выкладывается. Скорости большие, и я родителям не верю. Вот, ну, так вот. Но мне кажется, конечно, да, насколько подвижен. И насколько, наверное, умеет организовать все-таки свое время. К сожалению, в связи с тем, что сейчас, как бы, учеба в школах, она очень своеобразная. Стараются отдавать гимназии, лицей. А в гимназиях, лицеях учебное время сейчас могут с 8 до 4 часов учиться. Вот, и чтобы сдать ОГЭ и ЕГЭ, детей начинают еще, кроме всего, лицея в гимназии, еще репетиторство и так далее, и так далее. Просто ребятам, которые 14+, им все тяжелее находить время, чтобы заниматься каким-то видом спорта или не видом спорта, любой деятельностью. Ну, хобби развивать свое. У нас это сложно, потому что мы все-таки прикреплены ко дню световому. Вот. Поэтому у нас получается, что дети вот рано уходят, не потому что им становится неинтересно, а потому что они не могут. И у новичков есть шанс поучаствовать в соревнованиях. Они проводятся в регионе почти каждую неделю. В разных территориях области собираются как начинающие, так и профессиональные спортсмены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова